Станица Луганская один из наиболее пострадавших от военных действий районов Луганщины. По официальным данным, там полностью разрушены свыше 200 домов. Повреждены около полутора тысяч. В поселке не хватает продуктов, нет медикаментов. В таких условиях живут и в селе Старая Кондрашовка. Продовольствие и лекарства жителям при фронтовых территорий привозят только волонтеры. О том, как живется сегодня на Луганщине, в сюжете Виктории Ковалевой. Семья Сыриных сейчас живет в летней кухне. Их дом полностью разрушен. 11 февраля в него попали два снаряда. Заходили полы, как землетрясение. И что-то, знаете, с многоэтажки летят стекла. И все. Я ничего не помню. Очнулась я вот на той стороне, вот здесь, против этого окна. И ничего не поняла, почему нету стекол. А когда был взрыв. Постепенно в станицу Луганскую возвращается мирная жизнь. Три дня назад заработала школа. Правда, родители не спешат везти туда детей. Боятся, что режим тишины в любой момент может быть нарушен. Ходят в школу, их три ученика. Все. Учительница занимается. Мы занимались дома. Для нас это все. Мы скитались вот тут, вот мы, напротив соседей. Сидели в подвалах. Дитё. Шесть лет. Он теперь боится каждого шороха. Пенсии в районе выплачиваются. Однако цены в магазинах кусаются. Жители станицы жалуются, что гуманитарная помощь до них не доходит. Хоть в сельских советах и составляют списки нуждающихся. Дом пострадал, крыша полностью пострадала. Шифер, всё, везде. И ничего не получаем. Мы ни разу не получали вообще. То списков нет, то ещё что-то. Не надо ничего. Ни гуманитарки, ничего. Дайте нам спокойно жить. Всё. Накануне продукты, крупы, макароны, муку, сахар и сало жителям станицы раздавали военные. Около пяти тонн. Привезли в посёлок и медикаменты. Аптеки здесь не работают. Что по лекарствам у вас? По лекарствам. А что с лекарствами? Давление, сердце, давление. Мы только этим не страдаем. За счёт гуманитарной помощи выживают и в старой Кондрашовке. Магазины в селе не работают. Людмила больше всего рада килограмму гречки. У меня диабет сахарный. И мне ежедневно нужна гречка. Я в первую очередь гречку приготовлю. Но завтра мульцу. В старой Кондрашовке остались жить всего несколько сотен человек. В основном пенсионеры. Они почти все пришли на центральную площадь за гуманитаркой. Жители Кондрашовки получили почти 4 тонны продуктов. Раздачу гуманитарки на Луганщине контролировали представители ОБСЕ. На следующей неделе жителям прифронтовых населённых пунктов привезут одежду. У многих личные вещи сгорели во время боевых действий.